Таким его еще не видели. Новый фасад здания Театра Кукол Теремок с недавних пор стал разноцветным. Это первый капитальный ремонт одного из старейших театров Кукол России с момента его постройки в 1967 году по проекту Дегтярева. Масштабный ремонт стал возможен благодаря национальному проекту Культура. Обновление здания и благоустройство прилегающей территории обойдется в 224 миллиона рублей. Ремонт планируют завершить в декабре этого года. Саратовские архитекторы относят стиль сооружения к советскому модернизму. Таких в городе немало. Это здания цирка и детского мира, бассейна Саратов и Ледового дворца спорта. Архитектурное сообщество Саратова ужаснулось, увидев обновленный фасад теремка. Налицо явное отклонение от ранее утвержденного проекта, над которым трудились местные специалисты. Наш институт делал проект капитального ремонта Театра Кукол Теремок. И фактически цветовое решение фасадов и объемно-пространственное архитектурное решение полностью соответствовало тому историческому облику, который был в те годы. Вплоть до того, что растекловка фасадов, цвет фасадов такой спокойный серый теплый цвет, растекловка фасадов, витражи, переплеты были темного цвета, графитового. И именно деление растекловки соответствовало историческому облику. Соответственно, проект прошел государственную экспертизу, это является законным проектом, утвержденным проектом. Любое пересогласование фасадов, оно должно быть выполнено не только с авторами проекта, но и вплоть до того, что на градостроительном совете, потому что это не деревня какая-то, центр города. Чья инициатива была красить вот такой крас и согласовывалась ли это как-то с градостроительным советом? Давайте так, граждан проект у нас делает проект, понятно, да. Генеральный подрядчик, так скажем, взял дизайнера, который работает над внутренним и над внешним видом, что не противоречит никакому законодательству, театр не является памятником. Но тем не менее, так как возникло, так скажем, много мнений, завтра мы собираемся круглым столом с союзом архитекторов и со всеми желающими, я имею в виду, архитекторами, которыми даны были предложения. И потом на суд, так скажем, всех мы весь компромисс, к которому мы придем, обязательно расскажем. На обещанный круглый стол прессу не позвали. Меры безопасности из-за коронавируса. Да и на звонки наших корреспондентов Минкультуры отвечать перестали. В ближайших городах по Волжье театр кукол не обязательно разукрашен, но все же похож на детский театр. Об этом и говорит заведующий кафедры дизайна архитектурной среды СГТУ Виталий Кудрявцев. Ну, как его выделить? Приемов здесь очень много. Очень много, мы уже сказали, цвет, но надо сделать цвет так, чтобы он не очень отличался от австерского решения. Надо сделать свет, но свет – это вечерняя подсветка. На самом деле здесь нет подсветки, вечером здание не работает. Ну, третье – это, наверное, территория, раз это уникальный объект, и благоустройство здесь должно быть сделано соответствующим образом. Вот если вспомнить о том, ну, что помнят когда-то маленькие дети, которые ходили в театр кукол. Они в большей степени помнят интерьер, они помнят сцену, они помнят холл. Сейчас это здание в интерьере города, и мы должны его рассматривать не как отдельный вот такой вот элемент, а как элемент городского интерьера. И поэтому вот эти все нюансы, о которых мы сейчас говорили, необходимо учесть. Архитектор Евгений Спирин, как и все наши собеседники, тоже принимал участие в обсуждении темы театра. Считает, что внешне кардинальные изменения Теремку не нужны, а потому он за проект «Саратов граждан проекта». Там есть вопросы по входной зоне, потому что, ну, она такая спорная. Они вынесли здесь витраж, остекление, и угол потерял эту пластику, которая была изначально заложена. А в целом сам концепт, да, он максимально приближен к тому, что было изначально сделано архитектором Дегтяревым. Собственно, ну, в этом плане «Саратов граждан проекта», они молодцы, они бились именно за эту концепцию. Идея, на самом деле, хорошая, благая, сделать здание более привлекательным для маленьких детей. На самом деле это хорошо, но как она воплощается, как она реализуется, здесь уже, мне кажется, не очень профессионально все это делается. И самое главное, что всех, мне кажется, раздражает, это то, что это отношение к этому зданию вообще, в принципе, хоть оно и не памятник, но вот в определенной степени оно памятник. Понимаете, вот памятник той эпохи 60-х, 70-х годов, когда мы строили театры, когда мы строили бассейны колоссальные, когда мы построили мост крупнейший, понимаете, когда мы строили предприятия типа Тантала и Пула и тому подобное, да, вот эта эпоха велика, когда мы запустили в космос, наконец, всех, кого только можно. Вот это памятник, хоть он и не памятник. И вот так вот к нему относиться, наверное, это не очень здорово. Тем более, что само решение такое вот 60-х, 70-х годов, потом, понимаете, это же такой индивидуальный совершенно проект, при помощи которой был реализован вообще в промышленных конструкциях. Министерство культуры дало неделю на поиски своих решений архитектурному сообществу города и пообещало без общественности не предпринимать никаких действий. Видимо, попытка оставить о себе напоминание в регионе чиновникам ведомства так и не удалась.